Добрый день! Продолжаем рассматривать примеры задач в информатике 2 третьего семестра. Ну и следующая задача это найти корень уравнения методом касательных или методом Ньютона. Так, будем этот метод выполнять на основании той блок-схемы, которая была представлена в лекционном материале. То есть у вас свое условие. Смотрите внимательно и выполняйте. Так, ну и воспользуемся предыдущей программой, потому что блок-схема не намного отличается от предыдущего решения. Единственное, заменим в тех местах, где необходима формула. Так, ну во-первых, здесь сделаем следующее дополнение, что это у вторая производная. Добавим функцию, скопируем ее, чтобы не писать заново, а именно функцию первой производной, потому что в отличие от предыдущего нам понадобится еще и первая производная. Так, ну а первая производная будет выглядеть следующим образом. Два умноженное на x1. Так, ну и здесь получается 1, вторая. Так, умноженное на квадрат. Так, здесь подправляем условие, либо x0 здесь равно A, если условие верно. Так, ценам не нужно. И вот, мы можем как и бегим, так как здесь одно действие оператора выполняем. Так, здесь тоже бегим, убираем. Так, а здесь, если не вернуто, значение B1. Так, опять убираем C. Так, здесь нам C не нужно. Так, ну и изменяем уравнение, благодаря которому ищется. То есть, если посмотреть, делим на первую производную. То есть, первая производная у нас обозначается FB1. Так, ну и здесь надо поменять FB1. Так, все. Вот условие задачи. То есть, запускаем. Так, ну и вот нашли корень уравнения уравнение на третьей итерации. Даже можно это форматировать. Ну, два мы целых. Вот, нашли корень уравнения. Так, сопоставили. Сошлось у нас если округлить значение. Так, следующее. Мы копируем. Так, ну и следующий этап у нас в данном случае электронная таблица тоже. чтобы побыстрее это сделать. То есть, мы добавим и исправим. То есть, FB1 остается. Только здесь добавим индекс. Чтобы было понятно. Так, значение C у нас исчезает. Так, значение X 0. Если да, у нас X 0 равно A. То есть, меняем местами. Равно A. А то 22, значит. Так. Здесь Fx 0, а здесь мы поменяем на первую производную. Так. И формула будет вынена следующим образом. Fx 0, Так, ладно. Сейчас уберем. Так. Fp. То есть, это у нас минус 2. Можно будет стамевое. Дальше. Одна, вторая. И снеговое. Так, степень уже второй. Так, здесь меняем это убираем. Это убираем. тоже все убираем и делим на первую производную. убираем. Так, ну и тут вот это у нас остается без изменения. продлеваем. это мы продлеваем. Это мы продлеваем. продлеваем. Так, ну и как видим, корень у нас найден на третьей итерации что соответствует с коммункорна. задача выполнена. Задача выполнена верно. Так, ну и последнее действие. То есть надо оформить задачу. так, берем так, берем слой задачи первую. Так, ну и переходим в текстовый редактор. Здесь также воспользуемся предыдущими набранными видео по методу port только единственно заменим на те варианты которые необходимы. Так, дальше вставляем программу. Так, чтобы было удобно пользоваться. Разделим. Так, возвращаемся наверх. Так, здесь нам понадобится еще одна функция. Чтобы поместилось чуть расширен биопазон. Так, здесь мы поправим эту на вторая производная. Так, ну и нарисовать можно блоксхему на первую производную. сейчас это и сделаем. Так, начало. Вычислительный блок. Так, ну и конец. берем первую производную. Так, берем первую производную. и добавляем и добавляем конец. Так, добавляем добавление выполнение выполнение блоков. Так, здесь заменяем первую производную. копируем. Вторая производная. Так, здесь ставим вторая. Так, здесь меняем на B. убираем. Здесь меняем на B. Все убираем. Так, здесь остается здесь меняем. фп. первая. Первая производная. Так, ну а все остальное остается. Так, ну и программа. процедура. Единственное можно было имя поменять. Вместо метода HORT здесь сделать метод ньютона либо метод касательного. Так, все сдача оформлена. Всем успешных выполнений. Ну и до следующих видео по данной проблематике информатики. До свидания.